Всем привет, дорогие! Сегодня мы с вами находимся в торговом центре Авиапарк и пойдем собирать образы в МАГ. Наступил новый, теплый, модный сезон весна-лето 2024. Мы пройдемся по ассортименту в зале, поищем тренды, отберем какие-нибудь стильные, доступные и, конечно же, достойные позиции к покупке. Хочется отметить, что МАГ сильно изменился с момента открытия в России. Я помню, что когда он открылся, все стилисты побежали в МАГ, глубоко разочаровались и побежали обратно по домам. В чем именно улучшился МАГ за это время? Во-первых, в части качества. Здесь появились тренды, современный крой и в целом много достойных позиций. Стена с денимом, что уже говорит о том, что МАГ отвечает трендам. Укороченные жилеты из денима, мини-юбки, даже миди, кажется. И посмотрите, какой потрясающий, эффектный, прекрасный жилет из денима в длине МАГ. В городе это будет смотреться очень эффектно. В МАГ даже появились сумки замысловатой формы. Сумка «Половинка луны». Также, чем вдохновлена эта сумка, кто угадает? Плетеная сумка с кожаными вставками. Похожа на сумочку «Жак Мю». Мы продолжаем с вами идти по джинсовой стене. Здесь я увидела трикотажный жилет в стиле «Миссони», в офисные образы, в образы в стиле «Прэпи» и «Грэнд Пакор». Тоже классно станет. «Грэнд Пакор» здесь прикреплю, объясню, что это значит. Следующий металлизированный жилет. Много мы видели подобных вещей на стритстайле. Это металлизированные сумки, металлизированные кардиганы. В общем, все, что может быть металлизированным, им становится и выходит на улицу. Сейчас мы с вами приближаемся к одной интересной вещице. Но прежде хочу сказать, почему я люблю отбирать вещи в масс-маркете. Потому как это доступно. Но самое главное, выбирать вещи в масс-маркете таким образом, чтобы, выходя на улицу, люди спрашивали, а что это за вещь и откуда она. То есть купить выгодно, а выглядеть на миллион. И в связи с этой повесткой показываю вам сумку. Сумка-ведро. Немного напоминает дизайн сумок штат. Здесь прикреплю, покажу. Выглядит потрясающе и на ощупь чувствуется, как кожа. В сумке есть плечевой ремень. Давайте посмотрим, как бы это могло выглядеть в жизни. Сумку бы я немного подняла. Кстати, важная заметочка. Располагайте сумки тоже соразмерно своему росту. То есть если в моем случае, например, на примере этой сумки, я показываю, что для меня это очень низкая посадка сумки. И таким образом мое туловище вытягивается и линия бедра опускается вниз. Таким образом создается диспропорция в луке, в вашей фигуре. Поэтому сумку нужно будет немножечко поднять. Но сейчас внимание на сумку. Это небольшая такая заметочка. Заметочка ботана. И минималистичные объемные сумки, подходящие абсолютно под любые образы, будь то офисные или казуальные городские комплекты. Независимо от того, что сумка сделана из полиуретана и стоит всего лишь 2999, она выполнена прекрасно. Видно, что она вырезана. Все швы ровные. Прям хорошая сумка. Даже если она испортится, за эту стоимость совсем не жалко. Вы можете эту сумку передарить или перепродать. Говорю об этом, так как в предыдущем видео рассказывала о том, что я все-таки... Я это разумное потребление. Я вещи либо перепродаю, их не выбрасываю, либо дарю кому-то. Ее уже унесли. Хочу отдельно. Они отдельного внимания требуют. Сумки в стиле J.W. Андерсон. Безумно хотела такую себе сумку, но зажмотилась. Может быть, в Мак купить? До сих пор актуальные сандалии рыбака. Я помню, как люди практически убивали... Женщины. В женской зале практически убивали друг друга, чтобы эти сандалии выкупить. У меня тоже такие сандалии были. А в Мак они очень хорошего качества. Сколько они стоят, мы не знаем. Здесь цены нет, но потом узнаем. Сказываю более деликатный вариант на лето. С тонкими перемычками и аккуратными замками. Наиболее женственный вариант для изящных дам. Сейчас я покажу вам что-то очень-очень невероятное. Готовьтесь и угадывайте. Напишите, что это за мюли? Что это за слингбеки? На что они похожи? Так, сколько стоит это роскошество? 4 599 рублей. А слингбеки из сетчатой ткани. На вечер и на каждый день с базовыми простыми вещами. А теперь джинсовые слингбеки, декорированные камнями. Это выглядит, мое любимое слово, как роскошно. Я в прошлом году покупала мюли в манго примерно за 8 тысяч рублей. Здесь они стоят 4 599. Непонятно, что происходило с дизайнерами в маг, но ведь это культовая. Это культовая вещь. Это джеки. Подводочка к этим курткам. Убежала одеяло. Убежала простыня. Обратите внимание на стеганые куртки. В следующем сезоне осенью и зимой 20-25 стеганые куртки будут прям очень актуальны. Если у вас нет чего-то подобного, нет какой-то пододевалки, возможно, на межсезонье куртки, обратите внимание на стеганные варианты. Мы не можем пройти мимо мужского отдела в маг, как и в Zara. Я очень любила заходить в мужской отдел, просто в мужском отделе по какой-то из причин продается очень много денима, но не обычного денима. Не такого, как мы показывали вам в женском в начале нашего обзора. Здесь прям интересный, вываренный деним напоминает дизель и блюмарин. Помимо современного окраса денима, какие еще тренды мы видим в стилизации манекена? Мы видим подвеску для карточек. И интересные факты, на, кажется, в последнем или предпоследнем показе Балентиага модели шли с паспортами Балентиагиа. Там висели всякие кошельки для карточек, там висели подвески для ключей. Так что маг, как вы понимаете, держит руку на пульсе. Кто маньяк и фанат пиджаков? Я, например, пиджачный маньяк. У меня очень много разных жакетов, пиджаков, коротких, длинных, с мужского плеча, бриталенных. В общем, много всего. Пиджаки классная вещь. Они всегда собирают образ, моделируют вашу фигуру. Ваш силуэт становится острым, а образ законченным. Так вот, очень классные пиджаки. Много разных пиджаков в маг, именно в мужском отделе. Здесь интересный оверсайз пиджак с необработанным краем. Пиджак очень хорошего качества. Здесь ассортимент пиджаков сильно приятнее и шире, чем в женском отделе. Поэтому заглядывайте именно сюда. Мини-обзор по залу мы с вами провели. Мне хотелось показать вам аксессуары. В части аксессуаров и обуви в маге действительно много разных достойных вариантов. И в мужском отделе я отметила пиджаки и джинсу. Теперь мы с вами отправляемся в примерочную. Увидимся там. Так, теплый сезон, весна-лето 2024. Я выбрала для этого образа юбку Макроме Краше с бахромой на подиуме. Ну, очень много бахромы. Как всегда, прикреплю примеры картинки здесь. Для того, чтобы увести эту юбку из круизной тематики, чтобы не было ощущения в вашем образе, будто вы только что вернулись с пляжа, либо вы идете на пляж, я дополнила юбку футболкой пола из мужского отдела. Кстати, там очень много трикотажных, прекрасного качества и тактильно очень приятных футболок пола. И не только пола, но мы с вами сегодня рассматриваем пола, так как это тоже один из самых ярких трендов этого сезона и предстоящего. И еще мне захотелось дополнить этот комплект городской в спортивном стиле, с жилеткой и кожаной сумкой. А, и еще забыла про женственные золотые с острым мысом слингбеки. Соответственно, все эти вещи уводят этот образ из круизной тематики. И мы совершенно легко и спокойно можем отправляться таким, в таком виде в город. Не поверите, где мы нашли эти джинсы? Мы их урвали в мужском отделе МАГ. Самый маленький размер в МАГ это 38, и этот 38 размер даже подходит на таких миниатюрных дам, как я. Что у нас дальше по этим джинсам? Их наденет и их выберет не каждая девушка, потому что не каждая девушка поймет их невероятный объем. Джинсы родом напоминают какие-то определенные субкультуры, например, рэп-группы или андеграунд-исполнители, ввиду того, что они очень мешковатые, очень свободные, стритовые. Поэтому я решила успокоить эти джинсы классическим жилетом в цвете слоновой кости. Площадь жилета достаточно маленькая, миниатюрная площадь бежевого цвета. И эту миниатюрную площадь я захотела поиграть в соразмерность и добавить к миниатюрной светлой площади также маленькую сумочку аккуратную и также дополнить мюлями, точнее не мюлями, а опять же слингбэками. На сегодняшний день это тоже один из самых популярных видов обуви. И эти слингбэки похожи на слингбэки гуччи. Посадку можно регулировать, можно носить их на низкой посадке и поднимать за счет того, что здесь есть шнурок вместо ремня. Сначала начнем обсуждать шорты-бермуды. И обязательно надо сказать о том, что все виды шорт, плавательные шорты, классические костюмные шорты со стрелками, то есть тоже бермуды, только классические, это горячие мастхевы этого сезона. На самом деле все началось давным-давно, а точнее два или три года назад. А началось все с классических костюмов с шортами, то есть с бермудами в классическом крое. Потом все это перекочевало длинами в виду, потом все это перекочевало совершенно в разные ткани. Это бермуды из денима, бермуды из хлопка, бермуды из льна. И поэтому я демонстрирую вам сейчас бермуды из денима в сочетании с двумя хлопковыми майками. И, кстати, куртка тоже, куртка Safari Cargo из вареной джинсы из мужского отдела. Мне захотелось дополнить грубую мужскую куртку. Кстати, эту куртку еще можно отнести в тренды на куртки в рабочей эстетике. Мне захотелось дополнить грубую мужскую куртку. Изящными слингбэками, допоминающими Gucci-слингбэки. Чтобы образ получился на стыке грубости, женственности и легкой романтики. Если совсем жарко, мы остаемся в двух тончайших майках из хлопка. И дополняем образ ремнем, светлым ремнем. Но, к сожалению, ремни не представлены в маг. Увидев в зале сумку, вдохновленную моделью Gucci-джеки, собрали образ отдаленно в ДНК бренда Gucci. Добавив золотые босоножки на платформе с носками, джинсовую юбку, топ-бюстье и льняной топ первым слоем. МОНОХРОМ Я решила разбавить синей классической полоской в брюках. И также добавить цвет в качестве сумки. Объемной сумки карамельного оттенка. Также объемную сумку я поддерживаю уверенными сандалями на протекторной подошве. И если вы куда-то идете летом и любите носить длинный макси, либо какие-то брюки очень длинные, выбирайте всегда обувь на уверенной толстой подошве, для того, чтобы не подметать улицы. Также я дополняю брюки топом из льна и лонгсливом сеткой. Дорогие, примерка окончена. Комментируйте, какие образы вам понравились, какие не понравились, что в целом по формату нравится, не нравится. Поддержите мой канал, это, кажется, только четвертое видео, поэтому с вас лайк, комментарий и, конечно же, подписка. До новых встреч!